Можно вас всех видеть. Один человек, к сожалению, в детстве он делал нехорошие дела. Он был хулиган. И он в детстве воровал. Он воровал из двух магазинов. Он воровал из магазинов, где продавали продуктовые вещи. Один магазин принадлежит Коэну, второй магазин принадлежит Левию. А теперь этот человек хочет раскаяться. Эти магазины еще существуют. И он не знает, кому сначала вернуть то, что он своровал. Он сначала должен вернуть Коэну или он должен вернуть сначала Левию или не имеет значения. Тора говорит, что надо Коэнов уважать. Когда мы моем руки, кто первый моет руки? Знаете, много людей не знает одну вещь. Много Коэнов. Мы всех Коэнов уважаем и ничего против них не имеем. Но Коэны должны знать то, что написано в Талмуде, Масеха Торойот, страница 13. Когда мы говорим, что Коэн первый моет руки, это если он и Исруэль одинаковы по знанию Торы. Но если этот Исруэль больше Тору знает, чем Коэн, то тогда кто должен первый мыть руки? Дмара говорит нам, что если есть у вас Коэн Гадоль, великий священник, но он Тору мало знает. Его нечаянно назначили великим священником. А здесь у вас есть второй человек, Исруэль, Мамзер. Его мама нагуляла, и он родился. Незаконорожденный ребенок. Но зато он Тору хорошо знает. Если человек родился незаконорожденным, не дай бог, не дай бог, его мама его нагуляла, она изменила мужа, и он родился. Незаконорожденный ребенок, это не только если его мама изменила своему мужу. Это так же, если Гет был неправильно написан. Когда написали Гет, там имя было неправильно. Этот Гет не считается Коэном, она до сих пор считается замужней женщиной. Или, как я вам проносил пример, что у одной женщины муж отправился на войну, и потом пришло извещение, что он погиб, и его похоронили в городе Симферополе. И потом она плакала, плакала. Через 2-3 года ей сказали, ты еще молодая, ты должна выйти замуж, какие твои годы. И она вышла замуж на другого. Когда уже у нее появился небольшой животик, пришел ее муж. Оказывается, не он погиб на фронте, а его однофамилец. Произошла ошибка. Вы знаете, сколько есть однофамильцев? Здесь двое у нас сидят, два Бориса Акубова. Я знаю 50 Борисов Акубовых. Поэтому она не знала, она думала, что на самом деле он погиб на фронте, и она ошибочно вышла замуж за другого. Что теперь надо делать? Она должна отсяться с первым мужем, со вторым или... Что надо делать? Тора говорит, она должна развестись с обоями. Она нельзя жить ни с этим, ни с этим. Такой закон. А ребенок является мамзер. Ходаж, она не виновата, и ребенок тоже не виноват. Когда есть вопрос насчет чужой женщины, это атомная бомба, и с этой играться нельзя. Нельзя допускать никакие малейшие даже ошибки. Поэтому, если у вас есть человек, который не Коэн, он не Сроэль, ребенок мамзер, что надо с ним делать? Как на ком он может жениться? Он не имеет права жениться на нормальной женщине, а он только может жениться на девочке, которая тоже родилась как он. Она тоже мамзер. Или есть, например, женщина, она была испанкой, и она стала еврейкой. По-настоящему, не просто для документов. Она георет, она стала еврейкой, он может на ней жениться. Поэтому, не дай бог, не дай бог, мамзер – это не маленькая вещь. Это очень-очень серьезная вещь. Если у вас есть человек, который Коэн Гадоль, но здесь у вас есть второй человек, который Исраэль, и он Мамзер, и он Тору знает больше, чем Коэн. Кто должен первым помыть руки? Тора говорит, кто Тору больше знает, он должен помыть первым руки. А есть такие Коэны, которые Алифбет не знают, и они сразу бегут к Рану первым помыть руки. Нет, сначала ты должен уступить Рабая, ты должен уступить того, кто больше, чем Тору знает. Поэтому Тора – это number one. Не говорите, что от Рабая свои цены набывает. Это я не для себя говорю, мне это не надо. Я просто говорю закон. Теперь этот человек, молодой мужчина, в детстве он воровал из двух магазинов, и хозяева магазина не знают, что он воровал, с первым хочет раскаяться, и он хочет это ворованное как-нибудь вернуть. Но сейчас он не может обеим одновременно вернуть то, что он своровал, эту сумму, то, что он все эти годы воровал. Он приблизительно знает, на сколько долларов или шекелей он воровал. Сейчас он только может одному вернуть. Вопрос, кому он сначала должен вернуть то, что он воровал в детстве? Коэну, хозяину магазина, который является Коэн, или он должен сначала вернуть Левию, или не имеет значения? Тора говорит нам, что он должен сначала кому вернуть? Он сначала… Здесь мы говорим, что надо сначала Коэну дать приоритет или нет? Мудрецы говорят, что нет разницы. Не имеет значения, кому он вернет. Он должен вернуть… Кому он хочет сначала первым, потом он должен вернуть второму. Окей? Мы идем дальше. Один человек, у него есть два костюма, которые выглядят одинаково. Два костюма одинаковые, но один из них намного-намного материал лучше, и он прочный. Конечно, на вид много раз мы видим костюм, что он новый, блестит, но человек, который является закройщиком или портным, он может пощупать и сразу сказать, если это полиэстер, если это шелковый, он сразу может пощупать и сказать, какой это материал. Правильно? Смотря на костюм, на вид вы можете сказать? На туфли вы можете сказать, если это кожаный или нет? Есть люди, которые профессионалы-сапожники, они смотрят на туфли, могут вам сказать, это кожзаменитель или если это кожаные туфли, или это просто резина. Они знают. Правильно? И то же самое есть часы Rolex. Есть профессионалы, смогут, они знают, если это… А теперь даже фейк Rolex тоже там есть разный, есть реплика, а есть, который, знаете, как это называется, который мастер, или я не знаю, как это называется, как настоящий. Есть, который сразу видно, что это фейк, а есть, который, как это называется? Когда он… Не, не, не оригинал, а реплика. Мы говорим насчет реплика, когда… Имитейшн. Вот китайцы продают по 35-40 долларов имитейшн. Да. И то же самое это, один человек, у него есть два костюма на шаббат. На шаббат надо иметь другую одежду, чем в простые дни. А вот этот человек, у него два костюма есть, он хочет в простой день одевать такой прочный костюм, потому что он целый день в этом костюме, и поэтому он не хочет, чтобы этот костюм быстро стал ветхим. А шаббат он хочет одевать тот, который дешевле стоит, потому что он шаббат же один раз в неделю, и он долго будет у него носить. Вы поняли, что я говорю? А с другой стороны, на шаббат ты должен одевать то, что стоит дороже, чтобы уважать шаббат. Но если он будет надевать простой день, простой костюм, то тогда этот костюм, он станет быстро порвется, в ветхе будет. Вы поняли вопрос, или я не могу выразить свои мысли? Он бедный, у него нету много денег покупать каждый раз костюмы новые. Он бедный. Этот вопрос задает великий мудрец Бен-Ишхай в своей книге Еде Хаим, страница 146. Он говорит нам, Коген, он должен был рано утром вставать, он должен был одевать простые одежды, которые квалаты меньше, он должен был помыть свои руки и ноги, он брал сковородку, которая была сделана из серебра, и он брал пепел, вы знаете, во время храма проносили очень много жертвы. Тора говорит, там нельзя кушать жир животного, определенные жиры надо сжечь, кровь надо тоже сжечь. И это все потом, то, что мясо не поели, тоже надо сжечь, и это много-много там было пепела. И он должен был этот пепел почистить, чтобы там была чистота, он должен был это привести в порядок. И он должен был этот пепел поставить на восточную специальное место, где есть пандус, вот где жертву проносили, там было место, где поднимается, вот как инвалиды. Они не могут на ступеньки ходить, они что делают для них? Рэмп на английском. Это на русском называется пандус. Там нету ступени, вот так это постепенно они поднимаются. На иврите это называется кевиш, кевиш это пандус. Он должен был вот этот пепел поставить на пандусе от жертву проношения. Он должен был, когда это делают, одевать простые одежды, то есть quality, не так же прочные одежды, или дорогие одежды. Он должен был одеть простые одежды, недорогие, то есть. Нельзя ему одевать простые одежды, которые он на улице одевает. Он должен это одевать, именно одежды, которые для храма, но у него должны были 2-3 быть одежды для храма, и он одевал простые, знаете, не так уж дорогие одежды, простые. Отсюда учится Бен Ишхай, что что? Это очень важно, чтобы человек смотрел, какие одежды он одевает. Поэтому он говорит, что в субботу ты должен одевать именно какие одежды? Дорогие, или чтобы они выглядели дорогими. Он должен одеть тот костюм, который материал намного лучше и прочее. Хороший. Хоть даже тот, он будет одевать, он быстро порвется, Тора говорит, не имеет значения. Шаббат, ты должен что делать? Ты должен одевать лучший костюм. А когда на улице идет дождик, он не хочет, чтобы в этой одежде они стали мокрыми. Он может переодеться, одеть простые одежды или нет? На улице идет дождь. Вы знаете, хасида, они одевают штраймл. У них вот такой есть тельпак. Он раньше был маленький, потом с каждым годом он увеличивается. Уже вот такой стал уже. Это не так уж просто. Некоторые говорят, что это как зонтик. В субботу нельзя, чтобы человек имел зонтик. Если у человека есть мексиканская шляпа, очень и очень большие там поля, это как будто бы он зонтик одевает. Тора говорит, в субботу ты не имеешь права делать палатку. Если человек одевает, или он поднимает зонтик, не имеет значения, когда вы его открыли. Если я дома вот так зонтик держал, я нарушил шаббат или нет? Нельзя. Не имеет значения, на улице или дома. Нельзя тебе делать палатку, даже если это временная палатка. Поэтому если у человека есть большие вот эти шапки мексиканские, это как будто бы он зонтик держит. И поэтому хасиды, они одевают то, что называется штраймл. Это очень дорого стоит. Но если они какие раньше были, как у нас у буханцев есть тельпак, потом у них, у хасидов принято, чтобы папа невеста домоту дарил вот этот штраймл. Он приходит в магазин, он говорит продавцу, я хочу домоту подарить штраймл. Какой ты мне советуешь? Он говорит, все вот такое дарят. Но если хочешь, чтобы домот всегда себя уважал, ты должен дать что? Чуть-чуть побольше. Потом уже постепенно все стали давать вот такой размер штраймл побольше. Потом прошло 10-15 лет, приходит папа невесты в магазин, говорит, я хочу домоту купить штраймл, на свадьбу подарить. Какой советуешь? Он говорит, все вот такое подают. То, что раньше был большой, сейчас даже стал это стандартный. Но если хочешь, чтобы домот был доволен, ты должен какое подарить? Вот такое. И вот такое, вот такое. Скоро уже невозможно будет ходить. И поэтому это очень большая проблема. Есть один рабай, который сказал, я не разрешаю вам носить вот эти большие штраймл. Одевайте простой и маленький. Понимаете? Да. Потому что они говорят, они вообще обнаглели. И люди говорят, рабай, почему вы не контролируете? А что мы можем контролировать? Чтобы были вот такие цены, вот такие цены. Я говорю, мы не можем контролировать цены. Кто нас будет слушать? У нас нет полномочия, чтобы мы сказали, все, никто в этот ресторан не заходите, там дорогие цены. Мы не можем этого сделать? А? У нас нет полномочия, нет силы. Итак, я прочитаю, и на этом я закончу моей речи. Здесь написано, если, когда будет дождь, одежда ваша испортится, вы не можете штраймл одеть, потому что штраймл потом будет проблема. Эля, ты уничтожаешь одежду, поэтому ты можешь штраймл сейчас не надевать, когда на улице дождь. Вот в субботу человек, он говорит, я одеваю галстук, как будто это меня душит. Хасиды галстук не одевают, вы заметили? Почему они не одевают, я вам однажды говорил. Но хасиды говорят, галстук это не еврейская одежда, они это галстук и одевают. Вот. Есть человек говорит, мне летом жарко, я не хочу галстук одевать, я хочу, чтобы галстук я снял. Он в субботу должен все равно себя заставить галстук одеть или нет? Говорит Хазон Ищ, если галстук тебе мешает дышать, что тебе жарко, и ты хочешь, чтобы открыть пуговицу, чтобы тебе было прохладно, тогда ты не должен одевать галстук на шаббат, потому что ты, если мучаешься, то ты не должен одевать галстук на шаббат. На этом я закончил мои речи. Всем вам хорошего дня. Баруханна лаулам. Амин ваамин.